Привет, ребзя! Кто помнит такую компанию как Team Group? Они делают оперативную память, SSD диски, флешки в конце концов. Работают суммарно 18 лет и недавно эта компания сделала свой новый бренд. Я об этом узнал буквально на Computex. Бренд называется T-Force. Запомнить очень легко – Team Group T-Force. Это чисто игровой бренд, под которым они делают SSD диски, оперативную память. А что будет дальше – пока еще не ясно. Однако прямо сейчас у меня есть их новая оперативная память, которая называется Nighthawk. Очень красивая, с RGB-подсветкой и игровая. Давайте сейчас разберемся, почему она игровая и чего здесь мне лично не хватает. Я обратил внимание на эту модель оперативки по нескольким критериям. Во-первых, да, пусть она и дорогая, однако на нее действует, внимание, пожизненная гарантия. В цифрах это отображаться будет очень по-разному. В каких-то странах может на самом деле напишут пожизненная гарантия, а в каких-то странах напишут гарантия 99 лет, как, например, у меня было с ножами Victorinox. Вот так вот выглядит оператива. Очень круто, современно и стильно. Такие себе крылья, что, в принципе, и говорит само название Nighthawk. Плюс мне очень понравилась здесь RGB-подсветка, которую я вот прямо сейчас вам и покажу. Есть несколько эффектов свечения и, что самое важное, вы можете управлять каждым светодиодом по отдельности, настраивая его свечение абсолютно разными цветами и, что важно, разными анимациями. Лично мои любимые анимации это звездная ночь и комета, прям, которые сейчас вы видите. А еще, что круто, эта оператива синхронизируется с любой материнской платой Asus, у которой есть технология Aura, например, как моя Apex Maximus 10. Посмотрите, как это потрясающе выглядит, особенно мигание. Каждый светодиод по отдельности, каждая зона мигает в свое время и все это работает вместе. Если бы, конечно, у меня стояла еще и видеокарта Asus, это было бы еще круче. А так, ну уж простите, у меня стоит Gigabyte. А теперь немного скучной, однако безумно важной информацией для любого гика, который интересуется игровыми компами. Перед собой вы видите скриншот этой оперативной памяти, точнее настроек и режимов ее работы. Базовая частота этой оперативной памяти 2133 МГц с таймингами C15, однако именно в моем комплекте есть XMP режим с частотой 3000 МГц, однако тайминги тогда становятся C16. И знаете, это очень хорошие тайминги для такой высокой частоты. Такие тайминги и частота очень важны для игр по типу PUBG, которые очень зависимы от производительности именно оперативной памяти и от объема. И, кстати, про объем оперативной памяти. RGB вариант Nighthawk продается комплектами только 2 на 8 гигабайта, то есть 2 плашки по 8 гигабайт каждая и только такие комплекты. Если вы собираетесь купить оперативную память с большим объемом, то вам придется купить либо два таких комплекта отдельно, либо купить Nighthawk LED оперативную память, которая светится одним цветом, не RGB, и там есть комплекты 2 оперативки по 16 гигабайт каждая. Тайминги при этом точно такие же, как в RGB варианте. Как и любой хороший продукт, у этой оперативки есть свои недостатки, о которых прямо сейчас я и расскажу. Их суммарно 3. Первый недостаток это цена, потому что любая оперативная память с подсветкой, она стоит больше, чем оперативка без подсветки. И это, знаете, это маркетинговая фишка, за которую хотят дополнительные деньги. И если вы собираетесь купить оперативку с подсветкой, имейте в виду, она стоит дороже. Второй недостаток этой оперативки, это то, что она одноранговая. Для тех, кто не понимает, о чем я говорю, постараюсь максимально коротко объяснить. Есть одна и двухранговая оперативная память. Когда оперативная память двухранговая, это означает, что все чипы разбиты на два сектора, благодаря чему поиск информации на чипах происходит в два раза быстрее и оперативная память становится в два раза отзывчивее. От этого повышается производительность вашей системы в играх и в рабочих приложениях. Каким образом? Да на самом деле по-разному. С процессорами Intel эта разница может быть в 16%. В 16% ваша система, на 16% ваша система становится производительнее. Если это процессор AMD, то у вас система станет производительнее примерно на 11% при условии использования двухранговой памяти. И все это благодаря просто правильному подбору оперативки. И третий недостаток. Красивые птички, правда? Так вот, про недостаток. Он, конечно же, решаем. Как только вы закрываете корпус стеклом либо дверкой с окном, все замечательно, вы ничего не слышите. Однако, система питания именно подсветки посвистывает. Когда подсветка работает не на максимальную мощность, свистит система питания подсветки. Как только сто процентов, полнейшая тишина и все замечательно. И теперь я повторюсь. Это решается очень легко. Включаете любой режим подсветки, при любой яркости, любые светодиоды любого цвета. Но просто закрываете стеклом, вы ничего не слышите и красота доносится до ваших красивых глаз. Они ведь, наверное, красивые. Ооо, такой прям. Эта оперативка, по моему мнению, самая красивая, которую сейчас можно купить. Однако, это чисто субъективное мнение и это полнейшая вкусовщина. Кому-то может не понравиться и кто-то начнет бурлить в комментариях о том, что фу, такая дикая переплата за то, на что вы не будете обращать внимание, когда будете использовать ваш компьютер. И отчасти я соглашусь, когда пользуешься компом, независимо от подсветки, ты просто перестаёшь её замечать. Но когда к тебе приходят домой друзья и такие, вот это подсветка, а как ты такое сделал? А ты такой, просто купил оперативу к мамке Asus. Я никого не призываю покупать именно эту оперативу, именно мамку Asus. Однако, как выглядит эта оператива в чёрном цвете, это тоже стоит увидеть и оператор по-любому где-то здесь вставит картинку. Или здесь. В любом случае, цена этой оперативки есть в описании этого видео. Плюс там же я оставил ссылку на другую хорошую оперативку, но уже без подсветки, чтобы вы не переплачивали лишние деньги. Кнопка ещё будет на экране. Меня зовут Руди, а вы подписывайтесь на наш канал, нажимайте лайк, если видео понравилось и я буду рад видеть ваше мнение в комментариях. Всем до встречи, друзья, в новых обзорах и пока.